Ближе к вечеру по меньшей мере 7 автобусов с эвакуированными украинскими военными из Азовстали прибыли во временно неподконтрольную Еленовку. По информации агентства Reuters, в сопровождении российской бронетехники их привезли в бывшую исправительную колонию. Днями из Мариуполя вывезли более 260 бойцов, в том числе 53 раненых. В Госдуме России уже заговорили о планах на законодательном уровне запретить обмен Азовцев. А Миню страны-агрессора попросил Верховный суд признать Азов террористической организацией. Даже успели назначить заседание по рассмотрению этого дела на 26 мая. В свою очередь в Минобороны Украины заявили, что переговоры относительно операции по спасению наших военных продолжаются, а подобные кремлевские заявления рассчитаны исключительно на россиян. Что касается Госдумы, это политическое заявление, рассчитанное на внутреннюю пропаганду и внутриполитические процессы в Российской Федерации. С нашей стороны мы можем сказать, что переговорный процесс продолжается, и сама операция по спасению тоже продолжается. Главная задача сейчас – спасти украинских военных. Об этом в видеообращении заявил лидер полка Азов Андрей Белецкий. Он попросил воздержаться от каких-либо комментариев относительно спасательной операции бойцов. Главное сейчас не навредить своими домыслами, идеями, какими-нибудь инсайдами самой операции по спасению бойцов. Поэтому у меня большая просьба ко всем, кто хочет поделиться мыслями о том, что происходит на Азовстале, или к тем, кто имеет какие-то секреты, инсайды, и хочет со всем миром поделиться этими инсайдами, оставьте их при себе, как и собственные мысли. Тем временем появилась информация, что оккупационные власти Мариуполя хотят передать город в руки кадыровцев. И, как сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, даже успели провести встречу. Мариуполь оказался слишком недружелюбным и националистическим, поэтому для устрашения и подавления сопротивления планируется отдать город кадыровцам. Петр Андрющенко, советник городского головы Мариуполя. Российские оккупанты не прекращают терроризировать и другие украинские города, обстреливая их ракетами. Только в Донецкой области погибли семь человек. Вражеский снаряд разрушил конструкцию дома с пятого по первый этаж жилого дома в Бахмуте. Из-под завалов спасатели извлекли погибшего, а также и тяжелораненого ребенка. Пару медики заберу. В многоэтажке произошел пожар. Его в настоящее время уже удалось взять под контроль. Спасатели продолжают разбирать завалы. Не исключаем, что под ними могут находиться люди. Павел Кириленко, глава Донецкой областной военной администрации. Попала ракета в Бахмуте и по строительному заводу. К счастью, пострадавших нет. Предприятие сильно разрушено. Этот завод считался гордостью области и одним из лучших проектов по привлечению инвестиций. Вот так сейчас выглядит предприятие. Это воронка от вражеского снаряда. Разрушен цех, разрушены частные дома. Обстреляли россияне и автобус с эвакуированными людьми в Луганской области. Обошлось без жертв. Из области удалось вывезти 76 людей. Основные направления, на которых велись ожесточенные бои, не изменились. Это Северодонецкая, Авдеевская, Лиманская, Бахмутская, Кураховская и Харьковская. Также российские оккупанты безуспешно пытались прорваться через границу в Сумской области. Украинские военные оттеснили врага из Углидара и Великой Новоселки в Донецкой области. Тем временем в Министерстве внутренних дел Украины дали оптимистичные прогнозы хода войны. В конце июня, начале июля вооруженные силы Украины пойдут в контрнаступление. И уже к концу лета отвоюют все временно оккупированные территории, включая Донецк и Луганск. Произойдет это благодаря оружию, которое предоставляют западные партнеры. Ростислав Смирнов, советник министра внутренних дел Украины. На данный момент практически на всех территориях, где ведутся бои, враг сменил наступление на оборону. Как заявил советник руководителя офиса президента Алексей Арестович, единственные направления, где российские войска пытаются наступать – Луганское и Изюмское. Александр Белов. Специальный для информационного марафона «Фридом» телеканала Юэй.